а я еще думал что вот эти вот металлические сбоку там смотришь они как на петли похоже мебельные короче вот так вот надо вот тут пол машины разобрать чтоб крыло снять вот эту вот всю шляпу надо поснимать на самом деле можно было сделать они делают вот болт он ничего особо не держит здесь вот стоит под этим вот здесь вот болт смысл вот этого болта здесь когда вот этот болтик виден крыло жесткая когда она все держится на одном болте зачем вот это вот я знаю зачем зачем чтобы ты сам не делал чтоб ты ехал на из этого зачем вот машина произведена 2001 году были в то время и ключей на 8 на 6 на 10 зачем гаики пластиковые надеюсь вопрос джимусы вот еще один механик идет что ты скажешь тема сына нравится можно с девочками кататься до катать девочек можно после детского сада что так то машина свою роль выполняет в принципе касается перевести вообще проблем не испытывают тот же бус практически если сложить ряд сидений за не не если сравнивать например шараном то конечно шаран но намного больше шаран просто сам по себе конечно больше по объему да и то есть перевести можно все а так в принципе ну не знаю шаран жрет больше эта машина кушает меньше бензина здесь оцинковано что-нибудь оцинковано а помните в девяностых была такая поговорка если хочешь быть раздет купи опеля кадет не это шутка конечно машины уже стали делать намного лучше после первых этих опелей как салоне просторно тебе нравится объем круто еще можно по машине добавить машина в принципе по конструкции своей довольно простая но гаечки конечно вот здесь вот на 9 это меня не это не очень нравится даже немцы взять к примеру старого посада блин это не закладывали ни одной гайки на 9 там не было так по двигателю двигатель здесь 18 за 18 xe 125 лошадиных сил сколько он есть на сотню средний расход если топить как следует свыше 3000 оборотов давать ну кочегарить нормально там рвать со светофора то может сожрать всю десятку даже а если спокойно ездить то средний расход это 8 и 9 масло он слава богу не употребляет хотя многие говорят заливают они там на тысячу там где-то порядка трехсот четырехсот грамм знающий ни разу не доливал но ты уже влетел по этой машине на полетел конечно влетел конечно по мозгам по мозговой части мозги здесь это больно как и в принципе наверное во всех апеллях с 1.6 с 1.8 моторами больная тема уши немцы тогда джемовцы паяли их не очень качественно положено они на двигателе на коллекторе двигатель естественно в жару они у меня полетели в 33 градусную жару на перекрестке я их поменял от ездил буквально год вот опять началась вот эта вот песня с мозгами полетел короче машина начала троить сгорел там кристаллик в мозгах появился на третью катушку машина троила как дурная вообще обороты не выравнивали что было сделано менял модуль покупал недорогой в принципе ничего не изменилось свечи поменял тоже ничего не как работало так работает вот ошибки по третьему цилиндру давал и все чтобы больше не было поехал к хлопцу одному знакомому электрику он как в принципе даже на разборке говорят 95 процентов случаев что это будет блок управления длиться я съездил к одному человечку которую мне подкинул мозги не перепаял а подкинул заплатил тогда ему за работу заплатил 100 долларов он перепрошил год отъездил приезжаю опять скрывает крышку говорит у тебя боялся кристалли и что еще 100 долларов давай еще один и так каждый год посоветовавшись электриком электрик не довел такую тему реально ли это нереально что рестайлинговые мозги после 2003 года года ходят гораздо дольше и вообще практически никто к нему с этой проблемой вот рестайлинговые опеля не приезжают вообще блок очень редко говорить когда появляется стоят они гораздо дороже чем обычные старые у меня еще дори стали я решил поставить рестайлинговые заплатил 200 короче прошивкой 230 220 долларов отдал и с мозгами вместе мозгами если на полный комплект галс разборки но какие-нибудь проблемы сейчас возникают какого чего во первых кто заметил на старых мозгах оборота были 830 ну 850 держать я на холостой ход холостой ход был гораздо короче чем сейчас прогревочные были гораздо дольше чем сейчас 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 она прогрелась до температуры дошла оборота скинула 750 держит то бишь двигателя практически не слышно он работает тихо устойчиво короче ты порекомендуешь ставить про рекомендовать ничего не буду почему езжу два месяца отъезжал никаких проблем машину устойчиво работает и дополнительных ошибок нет какие еще косяки есть по машине скажу так потекло что-то у тебя там под полю брал год назад за год только два раза мозги еще у тебя потекло под фильтром под менять ее неудобно как неудобно не видно что кто-то там отворачиваю точностью головка совпадала заявлены размером потому что ошибетесь лежите грани тогда это под шестигранник там по моему болты тогда его вообще можно нибудь потом заходишь через форточку за песни пока снимется дури не подписывайся 15 раз все ради вот этого смотрите вроде вот этого может его не стоит стоит ставить вообще ничего не водятел еще один приехал черный mercedes то здесь собственно рассказывать подвеска здесь простая заторы обычный собилизатор на стойках стойки стоит недорого у меня сейчас ручник не держит там лепесток этот чуть-чуть она окислился и закорила немножко и не ходит ручник вообще не держит колесо свою роль выполняет 7 мест задние сиденья складываются хотели разложили захотели сложили все здесь опускается сиденье трансформер вот двигатель читал характеристики по двигателю прежде чем покупать машину хотя вообще брать 2 и 2 бензин на цепочке 150 лошадиных сил там не турбин ничего просто атмосферник но почитал там объявления поискал один тому же от капиталил это двигать хотя блин это смешно просто машина 2000 2 года 2 и 2 мотор уже капиталил нас вообще в беларуси никто особо не капиталит ничего купить контрактник и все нашел его витебске 10 лет в одних руках на нем мало особо там ездили эксплуатировали подвеска не скучала специально по кочкам машина в разгон подошла хорошо ну потом как выяснилось я уже наверное приехал с этими мозгами оттуда машина потом начало жить свою жизнь через три-четыре месяца утру заводишь прогревочные все поехали отъехали километр-полтора пропадает педаль газа ошибки по педали газа подросли педаль потому что электронная я ехал чисто вот на сцепление газ она не слушает вообще не реагирует кое-как дополз когда как заведется поедет когда заведется опять выскочит это проблема сейчас вот по динамике как она разгоняется по динамике разгон идет хорошо кто ездил на третьем посадят по чувству динамика одинаково практически много пузов дуты но доволен ты машин принципе по своей функции по своему она выполняет все хорошо потому что я здесь возил шкаф-купе полностью разбирал двух два пятьдесят не а если не если понятно что то я если ничего не возить так она когда пустая она практически расходу не минимально когда нагруженная она живет как лошадь прямом смысле этого слова ясно единственное такое вот косяки конечно ржавчина короче год как купил ничего не мазал вот звук один пошел ни за дверей вот эти вот это наверно болезнь как и у всех вот это вот самая распространенная болячка у некоторых вообще сгнивается посмотрел там полностью арочка может до дырк прогнить полностью вот этот кусок надо его полностью варил чешка же за машиной надо просто на просто ухаживать и следить лучше всего один раз сразу сделать вымазать все хорошо но и следить дальше не следить всякую чачу там масло отработанное с мавилью в перемешку блин еще раз цинкарем обработать вот здесь вот сливные вот есть сливные отверстия вот на вот они но за вот она вот это заправочные заливают вот сливные дырка но за месяц вот в районе вот этих сливных дырок если туда во внутрь ничего не залить вовремя начинается коррозия и от этих дырок начинает полностью ползти и гнить вся накладка когда она зашла вот здесь вот произошло вот здесь спереди ясно очень машина ты доволен на 70 процентов делаю сила сила резова конечно залезет багажник залезет он еще один пытается залезть паски испачкать опять да сам ты залезешь конечно залезь тут и сиди блин захотел стол поставил можешь тут сидеть и пить а если минивэн к минивэну так вообще удобно ну пристаканился здесь никакой крыши не надо жопа к жопе удобно ну вот значит такой вот небольшой обзорчик кармасков много вот здесь пожелаем пожелаем этому водителю и моему сыну терпение заварить и сделать крыло что там осталось кстати снять по крылу покажи еще не стал заморачиваться со всякими латками со всякой лабуды потому что все равно смеет старая выдирать не будешь пора обрежется вот короче стоит вот это вот привода прилада приблуда 42 рубля белорусских это где-то в районе там 18-20 долларов польская не знаю какая-то российская и даже наша цинкованная стоит 88 рублей смысл переплачивать не вижу не отсуток а это если хорошо обработать такая на оцинкованная еще там уже ничего здесь просто снимается мне понравилось без всяких сбоку многих машин есть защелки всякие до которых надо попасть надавистом три болтала как обычно как везде а тут так было кстати приклеена на такие дела ничего не было да это может еще тоже не заводского это не заводское когда на герметик нет заводча не лепит но не сильно много ложек в этой машине даже стык к этому усилителю кроме это плохо просто вот это вот подложка такая мягкая не надо это тоже она сам воду собирая конечно надо промазать можно все крыло вымазать внутри пушным салом я помазал пушечным салом прямо шпателем наложил и закрыл тут и один и внутри один под подкрылка открылок вот это тоже испанчики всякие конечно фонарик держит а то сейчас с яйцами бы выру ой с лампочкой планет ну вот и все обработка была до молдинга здесь вот она гнил просто собралась вот это вот грязь за счет этого уплотнения никуда не он начинает гнить изнутри вот до молдинга дошло и все и остановил слава богу вот это вот короче будет вот так вот обрезаться смотрите здесь вообще все чисто так вот 2001 год так на что скажем в принципе вот такое вот видео хотели с вами поделиться это машина моего сына подписывайтесь на наш канал есть небольшой обзорчик как мы меняли эту прокладочку под фильтром масляным ссылка будет в описании у меня также хочу сказать есть еще один канал где я выкладывал о своей работе и своей жизни отдачи тоже ссылку оставлю в описании вот все всем удачи пока не ломайтесь а и и и и и и и